В свои 66 Нурпия Зухан КЗ частенько онлайн. Знает, что такое лайки и как собирать подписчиков. Правда, чаще в интернет она заходит не только для того, чтобы проверить почту и почитать новости. Жительница села Кимер Тоган, что недалеко от Алматы, развивает собственный бизнес. Часть работы, как, например, сдача отчетов, выполняет дистанционно в сети. Ни один день не проходит без клика по мышке. Я теперь понимаю, какие преимущества дает интернет. Через сеть я отправляю отчеты в налоговую. Не нужно никуда ехать. Могу, не выходя из дома, деньги переводить, оплачивать коммунальные счета. У меня уже трое правнуков, но я освоила интернет. Для Нурпия ПА скоростной интернет теперь такая же необходимость, как вода и электричество. В полной мере понять ее способны 73% жителей страны, которые имеют доступ к высокоскоростному интернету. 27% казахстанцев, а это в большей степени, жители отдаленных поселков имеют проблемы с доступом к сети. Изменить ситуацию должна программа «Цифровой Казахстан», которая стартует уже в 2018. Как заверили в Министерстве информации и коммуникации, больше 2 миллионов человек смогут бороздить просторы интернета со скоростью 20 мегабит в секунду. В 1700 населенных пунктов проведут оптоволоконные линии, правда сначала в школы и больницы, а уже после в дома самих сельчан. По данным специалистов, в ближайшие 5-6-7 лет другой альтернативы пока не предвидится. Это качество связи и безопасность на совсем другом уровне. Если через 3-4 года как раз появится решение, которое позволит, в том числе и, допустим, спутниковое решение, позволит обеспечить более дешевый, более качественный интернет, мы, конечно, готовы рассматривать этот вопрос. С каждым годом необходимость в интернете будет только расти. Причем независимо, в городе вы живете или в глубинке. Есть сеть, значит, вы в курсе всех новостей. Можете не выходя из дома совершать покупки, а еще получить справку о прописке, наличии жилья, либо об отсутствии судимости. Но это лишь малая часть услуг, которые готов предложить портал электронного правительства. Знаменитому Ягову уже 11 лет. С момента создания портал сильно изменился. У нас, получается, на двух платформах, iOS и Android, создано мобильное приложение, где можно получить 83 услуги. То есть 507 тысяч скачиваний на Android только? Да. Среднестатистический пользователь Ягов – это рядовой казахстанец от 25 до 40 лет, который знает, что здесь, помимо получения справок, можно оплатить штрафы и налоги. За все время регистрацию на сайте прошли 6,5 миллионов человек. Разработчики портала периодически стараются радовать новинками. Например, часть услуг теперь доступна без наличия электронной цифровой подписи. Достаточно иметь сотовый телефон, куда будет поступать одноразовый пароль. ЭЦП на удостоверение ключей. Это вот эта цифра, да? Да. Смотрите, она идет на снижение. То есть, получается, ЭЦП уже не популярна? Потому что мы переходим на одноразовые пароли. То есть, как бы, ЭЦП уже такого не будет, как раньше. Вот, допустим, в 2015 году это был пик популярности, да? Мы даем, как бы, альтернативу, да, населению. Он сам выбирает. Или он хочет одноразовую пароль. А как вы думаете, вы согласны, что ЭЦП это не совсем удобно? ЭЦП это неудобно, но это безопасно. Правда, популярностью сайт пока похвастать не может. Можете посмотреть сейчас на портале, сколько человек. А сколько человек? 435. Это мало? Ну, если учитывать, что у нас население 18 миллионов, как бы... Это мало? Это да. И все же многие казахстанцы продолжают больше доверять ближайшим цонам. Каждый год центры обслуживания населения оказывают 38 миллионов услуг. Три из четырех операций – это выдача электронных справок. То есть, все то, что сегодня уже доступно онлайн. В госкорпорации после одноразовых паролей хотят ввести биометрические данные. Например, отпечатки пальцев. Таким образом, аббревиатура ЭЦП, которая пугала многих бабушек и дедушек, постепенно уходит на второй план. В любом случае, вам одиннажды надо прийти к нам и привязать свой номер телефона к вашему ИНУ. Потом можно не приходить. Да, потом можно приходить. Но, с другой стороны, ведь есть еще и банки. Вот, к примеру, интернет-банки. Вот, я думаю, не знаю, какой карточкой вы пользуетесь. Каким банком вы пользуетесь? Да, всевозможные банки. Ну, скажем, Коском, либо Банк Основной. Везде есть интернет-банкинги. То есть, вы уже там авторизовались, по идее. То есть, они уже знают, кто вы. Вы им дали свой номер телефона. То есть, вы являетесь пользователем интернет-банки. Вот для каких целей мы сейчас проводим переговоры с ними, для того, чтобы была единая авторизация. В правительстве намерены сократить цифровой разрыв между городами и селами. Быстрая, а главное, надежная связь способна сильно повлиять на жизнь в глубинке. Чего только стоит система образования. Ее развитие уже не представляется возможным без интернета. Нам важно полноценно использовать электронные дневники, как уход от безбумажной общетности, раз, и в целом, как наша дорога к полной цифровизации образования. В идеале, у нас у каждого ребенка будет свой личный кабинет, где будет храниться вся информация от детского сада до PHD. Все оценки, все олимпиады, портфолио работы, дипломы и так далее. Для всего этого в школах нужен скоростной интернет. Список сел, куда интернет точно придет, в министерстве еще прорабатывают. Очевидно, что проводить дорогое оптоволокно будут только в перспективные населенные пункты. Эффект от программы «Цифровой Казахстан» должен быть следующим. Два миллиона человек получат доступ к скоростному интернету уже к 2020 году. Наш аул развивается. Это ведь век цифровых технологий, и открываются совершенно новые возможности. Я пользователь портала электронного правительства, и это самая малая часть возможностей интернета. Бывает, когда заскучаешь по близким, зайдешь в интернет, сделаешь видеозвонок, и уже настроение поднимается. Понимаете? Пока же ситуация следующая. К широкополосному интернету подключена лишь каждая третья школа, а в селах с населением от 50 до 800 человек ко всемирной сети подключены лишь 4% медпунктов. Реализация проекта должна позволить сельчанам не просто открыть для себя возможности порталы ЕГОВ, а стать частью быстроменяющегося цифрового мира. И провести интернет в глубинку – это лишь часть программы «Цифровой Казахстан», которая призвана сделать IT-индустрию реальной частью экономики, модернизированной экономики, отвечающей требованиям развитых государств мира. Марат Токмагамбет, Мухит Кудыкпаев, ЖТКУН. Подобный процесс, во время которого большое количество мелких и средних отраслевых направлений развития в итоге объединяются в одну единую государственную программу с общей системой эффективного менеджмента и политического управления, в свое время пережила и сфера жилищного строительства. Это произошло, когда президент страны поручил объединить под началом государственной программы Нур-Лежер все направления этого социально значимого вопроса, включающие в себя как непосредственно само строительство, так и производство стройматериалов и банковское финансирование и многое другое. В результате, наконец-то, сдвинулся с мертвой точки даже процесс решения проблемы предоставления населению благоустроенных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не говоря уже о возведении многоквартирных домов, которых с каждым годом в стране строится все больше и больше. Артем Грапов продолжит. Артем Грапов